Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити! И видео, в котором я хотел бы рассказать опять о том, что изменилось на нашем сайте. Очень важное дополнение появилось. Вот я навел на него курсорчик. В данный момент мы с вами находимся на сайте лаборатории психологического обеспечения. И в разделе номер 5 добавился раздел 5.4. Можно нажать вот сюда, можно нажать вот сюда. И мы с вами попадем на страницу стандарта работ и принципов деятельности медицинских психологов. В том числе просто психологов, лиц с высшим психологическим образованием. Работа эта началась еще где-то в конце 2015 года. Много трудностей было. Разные специалисты, разные люди над этим работали. Работа получилась очень большая. Давайте я перейду на эту страницу. И вот появился собственно стандарт. Это стандарт наш. Мы его утвердили, подписали, поставили печать. И это возможно поможет вам, уважаемые коллеги, в отстаивании каких-то моментов своей профессиональной деятельности. Здесь на странице приведено содержание этого стандарта. Тут введение, определение, юридические, нормативные, правовые документы, которые пользуются психологи. И отстаивание своей заработной платы. В документе все это изложено. И далее идут собственно стандарты. Я не буду сейчас подробно на них останавливаться. На всех этих пунктах и подпунктах они в открытом доступе. Обратите внимание, в конце таблицы есть вложение. Стандарт в полном объеме. В свободном доступе. Архив RAR. Нажимаете, начнется скачивание. И соответственно вы увидите те документы, которые мы утвердили для себя. И соответственно рекомендуем пользоваться и вам этими документами. Тут и положение о лаборатории. И положение о медико-психологической лаборатории. Работе психологов медицинских в общем. И должностные инструкции медицинских психологов и психофизиологов. И типовые стандарты оснащения. И временные затраты. И методические какие-то моменты. То есть типовые стандарты применения. Методик, которые необходимо ни больше ни меньше применять в своей работе. И нормативы. Очень большой интересный стандарт. Ну вот в частности нормативы. Очень интересный документ получился. Как я уже сказал, долго мы над ним работали. Люди задавали вопросы, когда же, когда же. Вот он появился в свободном доступе. Он полностью завершен. Надо сказать, что это первое издание стандарта. И соответственно, с нашей точки зрения, он требует конечно, незначительной, небольшой, но доработки. Всегда нет предела совершенству. И возможно мы его будем обновлять. Надеюсь, что это будет происходить не только с помощью специалистов нашей лаборатории. Но и вас, уважаемые коллеги. В каком смысле? Здесь его можно скачать. Аналогичным образом его можно скачать в нашем новом достижении. А именно группы ВКонтакте. Лаборатория психологического обеспечения. Здесь у нас будут выкладываться наши видео. Наши какие-то записи. Ну о том, о чем я сейчас говорю. А именно о стандарте работы принципов деятельности. Вот он также здесь находится. Этот же самый файл. Этот же самый архив. Документ. Его можно скачать из ВКонтакта. И соответственно здесь, естественно, в социальном сервисе ВКонтакте, можно его обсуждать. И не просто обсуждать, а предлагать какие-то изменения к данному СТП. Я надеюсь, я очень на это надеюсь, что это получится некая плодотворная и коллективная работа. То есть вы можете скачать и соответственно в группе предлагать какие-то изменения к этому СТП. К этому стандарту предприятия. Вы можете обсудить отдельные какие-то документы внутри этого стандарта. Обсудить его в общем. Ну а самое интересное, конечно, это его содержание. Различного рода стандарты. То есть вот они тут все-все-все представлены. В общем-то этот стандарт охватывает поистине действительно всю сферу жизнедеятельности, профессиональной деятельности психологов, медицинских психологов. Все-все-все. Может быть мы что-то, конечно, и упустили. И справимся в следующих изданиях. Но, по крайней мере, вот этот стандарт можно брать, работать с ним, вносить в него какие-то изменения. Там документы формата Word обычные. Вы можете взять должностную инструкцию и показать ее своему руководителю и сказать, давайте внесем изменения в мою должностную инструкцию. Вы можете подойти к руководителю и сказать, вот ребята, у меня столько-то вы мне должны платить, исходя из таких-то, из таких-то нормативно-правовых документов, дорожных карт вашей местности, где вы живете и так далее. Тут очень много всего. Я буду на этом останавливаться более подробно в дальнейшем видео. Буду рассказывать и показывать конкретные примеры того или иного стандарта. Обсуждать с вами будем. Можно будет отписываться под видео. Можно будет обсуждать это все в группе. Соответственно, ссылка на группу есть на нашем сайте. Вот если перейти на сайт, группа ВКонтакте. Нажимаем на нее, попадаем на страницу группы ВКонтакте. Лаборатории психиологического обеспечения. Опять же, повторюсь, здесь будут не только обсуждения, но и новые видео. Благодарю за внимание и спасибо.